Время, да? Я могу спить, как в 20-м, не знаю. В 20-м, а в 20-м? В 20-м. Ты туда смотри, что ли. Так, не знаю. Ревально. Ну, вот так, че. Сегодня 7 августа 2019 года. Алматы, Казахстан. Меня зовут Даня Абрасенов. Мне 23 года. Я являюсь студентом Министерства университета. Сегодня я вошел на демонстративе санкций и солидарностей граждан России, которые в последний месяц протестуют в Москве против нечестных выборов в Москва-Думу. Это похоже на наши масликаты городские. То есть это городской парламент, который, по сути, ничего не решает. Но именно факт того, что всех обойцованных политиков не допустили к выборам этих, Москва начала протестовать. То есть это дело в принципе, у них отбирают право быть искренним. То есть оставляют право избирать, избирать кого они не хотят видеть в власти. И проходили у них согласованные, так и несогласованные акции протеста. На последней акции в прошлую субботу, 3 августа, по официальной информации, было задержано только 600 человек. По информации правозащитного центра ВВД НКО, было задержано свыше 1000 человек. Из них 81 несовершеннолетних. То есть несовершеннолетних, которым нет 18 лет, сотрудники Росгвардии, полиции, ОМОНа, СОБРа задерживали грубо на этих акциях. И без уведомлений их родителей увозили в отделение полиции, где их долгое время держали. Также было открыто 10 уголовных дел по статье 212 Уголовного кодекса России. Там часть 1, 2, 3. Это организация и участие в массовых беспорядках. И людям грозит от 3 до 8 и до 15 лет уголовного срока. То есть люди просто вышли на протест, на мирный протест безоружия, где их били дубинками, разбивали им голову, ломали руки, ноги. И в итоге людей штрафуют, арестовывают, сажают в СИЗО. Хоть в них открывают уголовные дела по политическим мотивам за то, что они вышли высказать свое слово, отребовать свои права. Из этих 9-10 человек, против которых оттуда уголовных была, также есть студенты, которые были моего возраста. К примеру, на этой фотографии Егор Житов. Ему 21. Он студент. Гипотагинка по экологии, высшую школу экономики. У него есть свой блок. У него абсолютно независимое мнение. Он также пытался пройти регистрацию, чтобы баллотироваться в МСБУ, но ему отказали. У студента 21 год, и его посадили в СИЗО на 2 месяца за участие в массовых беспорядках. Ему грозит до 8 лет. У студента, которые должны учиться, молодежь, которая будущее России, которые защищают ценности России, которые будут строить действительно независимую и сильную Россию, сегодня их прессуют, давят, преследуют, сажают. И таких очень много. Также на фотографии Егор Ольга Мессин, 17 лет, закончила школу, участвовала в неоднократных протестах. И на 27 июля она читала Конституцию Российской Федерации, кстати, где говорилось о их правах на свободу слова, право на минные собрания. Она читала это сотрудникам Росглавии. И эта фотография разошлась по всему миру, и даже англоязычные издания написали про нее. Ее задержали и посадили на 2 суток в ВВС. И ей грозит сейчас штраф за участие в несанкционированной акции. Также на этой фотографии в виде человека, имя его не знаю, но его скрутили сотрудники Росглавии, и в это время он дает интервью к настоящему времени. Ну и также здесь вы видите кордоны Росглавии, которые 3 августа перекрыли теми места планируемых акций. Ну, очень похоже на те события, которые происходили в Казахстане, в Астане, в Алмате, где кордоны Росглавии также перекрывали улицы, ну, стояли вдоль всех улиц. Почему вы вышли на эту акцию в Алмате? Ну, я живу в Алмате. Я вышел, чтобы показать свою солидарность. Гражданское общество в двух стран должны поддерживать друг друга. Так же, как и власти в двух стран поддерживают друг друга, так же и гражданское общество в двух стран должны друг друга поддерживать эти, скажем, трудные, но исторические моменты истории нашей, когда у нас действительно есть шансы на уровне достижения лучших элементов для наших стран. Поэтому я выражаю полную солидарность с россиянами. Я желаю им удачи. Я уверен, что они дадутся от тех элементов, которые они желают. Я призываю Россию, уколошее Российской Федерации освободить всех тех, кому осадили в СИЗО, это 9 человек, и десятый человек сейчас находятся в розыске. Я считаю, эти люди абсолютно невеломы, так как они реализовали свои конституционные права, права гарантируемые международными договорами, которые подписывала Россия. И Россия эти обязательства не выполняет. Поэтому многие посольства европейских стран и США, они осудили действия власти России на то, что те применили другую силу в отношении немокротестующих. На этом блокаде также не видно имя двух студентов. Это Егор Жуков и Данил Горбов. Впрочем, возбудили уголовные дела, и сейчас они находятся в СИЗО до 27 сентября. Суденты должны учиться, учиться и строить будущее своей страны, а не сидеть в СИЗО и, естественно, ждать, какой приговор будет у них приговор. Я просто не подозреваю, как они себя сейчас. А я считаю, что такие судьи ребята, они вон как хорошо. Они не жертвуют собой, они действительно борются, борются с будущим мужчином Путина, который так же не считается с правами человека, ненаём. И мы даже используем их больше. Я надеюсь, что российское общество покажет всю свою силу, так, как оно делало всегда. И я призываю освободить всех в полициях ключевых людей. Все, 10 человек, против того, возбудили уголовные дела. Я призываю дать возможность независимым автохизиотным политикам зарегистрироваться в предместном возбуждении, так как я уверен, что местное население их поддерживает. Всем спасибо.